Привет, уважаемые подписчики! Пока Никита в отпуске, обращаюсь к вам я один. Мы вот в нашем подкасте «Суровый веб» очень часто разговариваем про пришоу, говорим о том, что наши патроны могут его слушать, что там интересно, там истории жизни, истории о том, как мы пишем этот подкаст и так далее. Вот. Но мы подумали о том, что ни разу мы вам не давали никаких тизеров, никаких кусочков не нарезали и так далее. Кусочки нам нарезать, конечно, лень, поэтому мы приняли решение, вот актуальное пришоу, которое вот к 207 выпуску, выложить его вот сюда, на канал YouWebDesign, чтобы вы могли посмотреть вообще, что из себя представляет пришоу. Ну, то есть здесь-то это будет с видео, с видео рядом, а на Patreon мы выкладываем чисто аудиодорожку, потому что, ну, а зачем там видео? Вот. И, соответственно, вы сможете сами оценить, нужно ли проходить по ссылке в описании, становиться нашим патроном всего за 2 доллара в месяц, и вот посмотреть этот интересный контент. Мы тоже очень сильно стараемся, когда его делаем, возможно, даже больше, чем когда делаем подкаст, потому что мы его пишем перед подкастом, и мы еще свежие, мы еще как бы не спим, и все нормально. Поэтому обязательно ныряйте по ссылке в описании, смотрите наш Patreon. Если вдруг вам понравилось это пришоу, то добро пожаловать на борт. Ну и на канал на это тоже подписывайтесь, ставьте колокольчики. Можешь как хочешь отмазывать. Мы начинаем пришоу. Мы начинаем пришоу. Для чего? Для кого? Ну, вообще, знаешь, самое у меня главный вопрос. Ты делаешь дублирующую запись какую-то у нас сегодня? Кстати, спасибо, что напомнил. Я петлю нацепил, телефон подготовил, но «рэк» там не нажал, так что сейчас я сделаю «рэк». Нажми. Я думаю, что это не самое важное для пришоу, но для остального дерьма нашего. Мне кажется, это важновато. Во время 206-го мне не понадобилось, в общем, так скажем. То есть... По-моему, мне казалось, ты там тоже что-то соединял. Да, ну, оно было. Я на него как бы ориентировался. Вдруг в тех перебивочках, когда именно запись была, ну, закончена, там ты что-то важное или я что-то важное говорил, и я отслушивал те кусочки, которые резервные. В общем, и в целом они не попали в «файнал кат», так скажем. Поэтому похрен. Но когда оно есть, так спокойнее. Согласен, согласен. У нас поддержка везде, со всех фронтов должна быть. Возможно, мне тоже надо что-то включать. Да, планку держим, как всегда, говно. Как говорят наши любимые, дорогие подписчики некоторые. Не, ну, слушай, у тебя стопудово сейчас какой-нибудь билд 1903 у Инды, и там ничего не может пойти. Не, у меня это... У меня только может пойти, что не так давно, час назад, у меня я хоп смотрю, и дропбокс отсоединился, и на компьютере с сетью оранжевый восклицательный знак. Я такой, опа. Ну, это просто что-то у меня сеть вылетела на секу. Но вообще у нас в Челябинске, опять же, для наших патронов, хвалюсь, один из, наверное, самых крутых интернетов в мире, можно сказать. Поэтому я тут сижу настолько в ус не дую, что у меня что-то произойдет. У меня, скорее, свет отрубит. Я уже забыл, когда интернет отрубает, это что-то вообще невообразимое. У нас наш провайдер, у нас с Никитой один провайдер, вот, он даже смс-ки шлет. У меня приложение его стоит. И он мне в приложении тоже пишет, возможно, у вас там будут плановые работы, вдруг что-нибудь отключится кратковременно. А если отключилось, ты звонишь, и они сразу говорят, блин, мы вообще знаем, что у вас поломка, но хотите все-таки поговорить с нашим оператором? То есть там они уже знают все. Возможно, они и сломали, поэтому и знают. Да, да, да. Поэтому там круто у нас. Вообще, я вчера вкидывал Костику в юбдизайновский чатик статью о том, какая у нас авария была на Маяке в 57-м. По-моему, в 57-м или в 58-м. Ну, короче, в конце 50-х. Или в 56-м. Вот. И там именно очень большой был выброс Стронция 91, кажется, изотоп. Я циферки плохо помню, какого-то Стронция. Так. Вот. И, соответственно, хотел сказать, что у Стронции, может быть, 90. Ну-ка, Маяк. Посмотрим. То есть ты считаешь, что если мы сейчас скажем точно нашим патронам, они расщипят его сразу там у себя. Да, Стронция 90. Так вот у нас наш провайдер, на нем работает все, конец истории. А, ну, в смысле, ты имеешь в виду на остатках радиации от Маяка? Да, 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 на остатках топлива. Как только он закончится, Стронция, то все, у нас сразу интернет пропадет. В Челябинске. Никогда, понимаешь, его подкидывают там постоянно, поэтому не закончат. Нам его подбрасывают в еду, во все вы должны употреблять. В колбасу мясную, потому что... Вот, вот, да, вот, да. Вообще, я сейчас отключаю всяких гидкракенов и так далее. Вот. Чуть скайп не отключил, потому что он у меня ассоциируется с тем же, с чем и гидкракен, то есть с работой. Вот, фотошоп сейчас отключу, чтобы просто не было лишней нагрузки никакой. Причем на тебя. Ты обычно рисуешь во время подкаста, но ты сейчас отключишь. Да, и гидкракен тоже отключишь, чтобы не пушить как бы, а то... Вы думаете, сейчас Саня засыпает? Нет, он на самом деле в этот момент подрабатывает. У него там, у него там именно халтурка образовалась. Ну, я там тасочки двигаю как бы по ночам, и да. Вот. Я тебе хотел... Ну, хотя, ладно, ты мне сначала что-нибудь расскажи. Я пытаюсь вспомнить какую-нибудь историю, и я всегда думаю, какую же ты будешь историю рассказывать. Наверняка должна быть сейчас история, связанная либо с AirPods'ами, вновь приобретенными тобой, либо с World of Warcraft'ом, что, в принципе, не менее круто. Я бы сказал, возможно, даже более круто. Я бы послушал обе истории. Возможно, даже если я их уже слышал, я бы послушал эти истории вновь. Потому что, в принципе, в Pre-Show я иногда слышу, так скажем, отголоски того, что ты уже рассказывал. Возможно, не только отголоски, а фул ту же самую речь. Видишь, вот. Я просто не буду тебя мучить в этот раз, поэтому ни про Вовку, ни про AirPods'а не будет. Я уже перегорел этими историями, я их уже единожды рассказал, больше не хочу. Поэтому давай ты. Блин, я бы послушал опять же. Ну, давай подумаем, что было вообще в принципе. А, я ходил, короче, опять же, в Must App'е отмечал, что я ходил на бойцовский клуб, короче, в оригинале с субтитрами. А у нас такое показывают. Видимо, 20 лет фильма, я не знаю. То есть, я не знаю, какая именно причина, почему его показывают, но просто не с хрена в кино можно посмотреть бойцовский клуб. У нас в Челябинске, опять же, где Стронск. Сколько-то лет фильму. Наверное, 20-ка, потому что 99-го. Костик с векой ходили в Питере на него же. Я просто думал, они на Короля Льва ходили почему-то. Может быть, они на все ходили, но про бойцовский клуб я тоже слышал, что они ходили. Ну, короче, вот. И бойцовский клуб в оригинале, во-первых, я честно не слышал, на самом деле, как разговаривает молодой Брэд Питт. И он настолько как-то, ну, невыразительно разговаривает это, во-первых. И как-то, короче, у него нет какого-то особенного говора, что ли, я не знаю. Он просто говорит по-американски тупо. Как-то еще он так на похорен говорит, и он еще очень много съедает сильно. То есть по сильным американцам. И, короче, не знаю. В общем, мне именно его голос в молодости не очень впечатляет. Сейчас он сильно по-другому стал говорить. Ну, я слышал, как он отдельно слышал, как он говорит, например, в «Бесславных ублюдках». Возможно, он там старается, возможно, он там играет именно кого-то. Я думаю, он там играет, потому что в «Большом куше» он тоже съедал, но там он тоже играл. Там тоже играл, да. То есть, короче, вот. И он, в общем-то, он, в принципе, съедает, это ладно. Но я просто увидел, насколько сильно там круто играет Эдвард Нортон. Я, в принципе, его никогда не воспринимал как суперкрутого актера. То есть он крутой актер, но, короче, чтобы прям... Но там он лучше, чем Брэд Питт играет. Брэд Питт там играет просто самого себя, как везде. Просто крутого парня играет, условно говоря. А Эдвард Нортон там, да, я не знаю. Короче, я смотрю и просто супернравится, как он именно играет вот эту первую, ну, свою личность, именно офисного клерка этого. И он там так, короче, такие эмоции, в общем. Он там именно актерская игра, да, с видосом. Ну, и он, в принципе, там, ну, в 80% фильма играет. То есть вообще фильм-то про него. А Брэд Питт там появляется, ну, чуть-чуть, как бы, как вторая личность его. Это, кстати, спойлер. Возможно, кто-то не знает. Потому что я, когда покупал билеты, чуваки не знали, ну, кто там чего передо мной покупали. И там именно один чувак другого спрашивает, ты вообще знаешь, типа, в чем там завязка? И тот такой, не, не знаю. Он такой, о-о-о-о, там вот так вот, о-о-о-о. Ну, вот так вот. Поэтому я сейчас, возможно, проспойлерил. Тем более ты, по-моему, не смотрел, поэтому тоже тебе проспойлерил. Да, да, я, к сожалению, не смотрел, но я отлично знаю, о чем там. То есть это, знаешь, как я не смотрел Фореста и Гампа, но я знаю, о чем там, в общем. Вот, то есть, в принципе, да. Не то, чтобы там сильно уж какая-то эта тайна, поэтому, опять же, спойлерю вам, дорогим патронам. Вы сейчас сразу отпишетесь, естественно. И, короче говоря, вот, это я хотел сказать, что, во-первых, Эдвард Норн гениально играет. Во-вторых, я смотрел из-за того, что смотришь и как-то, не знаю, короче, в кино по-другому воспринимается. Я как будто смотрю, вот, короче, не то, что Тарковского, но именно Артхауснятину именно. Вот как будто я пришел, еще мало народу сидит в зале, а смотрим «Бойцовский клуб», напоминаю. И такое чувство, что я, вот, у нас есть такой кинотеатр Пушкина, как будто я вот в кинотеатре Пушкина смотрю, знаешь, какой-нибудь корейский кинематограф, какой-нибудь, вроде хороший, классный, но что-то вот это, что-то новое. Я смотрю именно, и, короче, просто одни диалоги. То есть, экшена там минимально, ну, то есть, там есть экшен, конечно, но просто какие-то диалоги сплошные. Я сижу, я, короче, просто именно вообще по-другому посмотрел на «Бойцовский клуб», опять же. Поэтому я всем рекомендую, если будут показывать у вас, то сходите, вообще посмотрите. Даже если вы 10 раз смотрели, а я просто мало смотрел, я там смотрел, ну, может быть, полтора раза условно. Вот, поэтому для меня это прямо именно откровением, открытием, что классно явилось. В принципе, все. Ну, неплохо. Я хотел тебе, ну, блин, я, конечно, сухо ответил, неплохо, просто из-за того, что я его действительно не смотрел, я как бы, ну, я не в теме. Хотя, когда мы еще в школе учились, когда этот фильм только вышел, у нас, в принципе, все его супер смотрели, все читали Чака Паланика после этого. Потом, причем не только «Бойцовский клуб», потом еще другие там романы, не побоюсь этого слова, Чака Паланика тоже читали. Я, кстати, читал «Бойцовский клуб», именно, в смысле, читал, хотел сказать, в литературе, читал, короче. Вот, я не помню, то ли до я его читал, то ли после, ну, вряд ли после, в смысле, вряд ли до, это что-то такое. Но я именно помню, я осилил весь «Бойцовский клуб», и мне там концовка показалась прикольнее, чем, опять, уже тебя заинтриговать. Мне там концовка показалась прикольнее, чем в фильме. Это, во-первых. Во-вторых, там проблем поднимается больше. Вообще, там Чак Паланик, он более, короче, пишет именно, ну, серьезно, серьезных этих. А, короче, у Линча, у Линча, у Финчера, я сейчас быдлю, Финчер, Финчера, наверное, вот, у него, короче, у Линча. Так вот, короче, у Финчера у него, типа, знаешь, в полу-рофл как-то, в полу, все, ну, так очень развлекательно сделано. Потому что у, там, у Чака Паланика именно грусть досвидос, то есть, если вы хотели прям именно негативную точку зрения максимально хапнуть, то лучше прочитать. Потому что там и концовка не такая. Тут, знаешь, концовка, напоминаю, в «Бойцовском клубе» очень полу-романтическая такая. Потому что там в конце, собственно, главный герой стоит под руку с женщиной. На самом деле, спорно, это, возможно, не женщина, это его, там, третья личность, или, там, его совесть хрен его знает. Ну, короче говоря, опять же, спорно, но именно очень, знаешь, мило, мимимишно, романтически. Вот, но, а у этого, у Чака Паланика там грусть досвидос, там просто, именно, знаешь, по антиутопиям. Просто там дос... вот так вот примерно. Поэтому, не знаю, мне, короче, понравилась больше версия Чака Паланика именно концовки. Но, конечно, посмотреть в любом случае это тоже, ну, даёт свои впечатления, так скажем. Опять же, вот, так. Ну, так вот, то есть, да, многие познакомились с литературой Чака Паланика, и я сейчас как помню, он был в тот момент издан в таких оранжевых книжках. Вот, и, в принципе, в тот момент все начали другие книжки из этой серии читать, оранжевые тоже. Вот, и там уже было что-то прям сильно глубокое. Ну, не то чтобы Оруэлл, там всё-таки более хаосное. То есть, Оруэлл — это прям New York Times бестселли, хотя Чак Паланике, уверен, тоже. Это тоже было. Не, не только у него, не только у него, там и другие авторы были. Да-да-да, я понял, о чём ты, какой-то серии Гриши, мне кажется, она всё ещё сейчас есть. Хотя сейчас есть жёлтая такая серия таких книжек. Жёлтая, да, с радужными такими, красно-синими там. Ну, мы оба поняли, о чём речь. То есть, они есть и paper cover, короче, и мягких, и soft cover, и hard cover, да-да-да. Paper bag, вот, простите, совместил несовместимое. Вот, то есть, в тот момент, в принципе, началось познавание такой британско-американской культуры у нас в классе. И это прям как бы захлестнуло, все там начали слушать Muse, Radiohead. То есть, это вот в тот момент всё произошло. Ну, как, не все, а человек 6-8. Ну, все, я так считаю. Ну, как бы, да, учитывая актив, так сказать, нашего класса, в общем, почти все. То есть, да, это знаковое событие было. И мне, на самом деле, достаточно тупо, что я не смотрел. Ну, вот, ничего, как ремонт в комнате доделаю, повешу колонки. И буду сидеть каждый вечер. Ну, ты, кстати, ты зато смотрел, например, такую, как фильм про этих, про английскую хрень, где про музыку, короче. Типа, сколько там по Фаренгейту. Время по Гринвичу. Это примерно как на Игле, только менее эпичное и более, так скажем, это реально фильм с классным саундтреком. То есть, это меньше смотрели намного время по Гринвичу. Опять же, патроны, может быть, сейчас напишут, кто кайфует, потому что это же тоже, ну, суперфильм там считается. Он очень крутой, его, ну, у него большие рейтинги, но это, правда, его действительно меньше намного смотрели, чем, ну, чем «Бойцовский клуб». Это смешно просто сравнивать. Еще был, если ты помнишь, был фильм «Жестокие игры» с этой. Да, 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 да. Сара и Мишель Геллар, да, как ее звали, которая Баффи, охотница за вами пирами. Да, 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 да. Кстати говоря, я сейчас посмотрел, время по Гринвичу тоже 99-го года, как «Бойцовский клуб». То есть, это реально все одна эпоха. Да, да, это вот тот период. Посмотри, возможно, «Жестокие игры», «Cruel Intentions» он в оригинале называется. Да, тоже 99-й. Это все как бы вот один момент. И он, блин, он очень крутой. Он тоже такой супергрустный такой прям, ну... В общем, классный фильм без базара. Причем, очевидно, там-то режиссер абсолютно какой-то неизвестный. Вот, и оно просто вот как-то в один момент, может быть, это, знаешь, там, у них один издатель был «Universal Russia», и он в тот момент много там DVD-шек продавал или как-то еще. То есть, ну, непонятно, как именно он был, как он до нас дошел, как это все пачкой до нас дошло. Ну, вот, в общем, как-то дошло. На радиорынке начали как раз, наверное, нарезать там, как-нибудь доставать там, я не знаю. Вот, да. Причем, естественно, что касается «Жестоких игр», есть вторая и третья части, вот. Но они просто тупое говно, тупого говна. То есть, вторая уже... Ну, это про других героев по понятным причинам, потому что там главный герой в конце первых умирает. Спойлер. Спойлер. Вот, ну, господи. «Трасса 60», мне кажется, тоже примерно в тот момент было. Кстати, возможно, «Трасса 60». Ой, 2002, это уже позже. Чуть поновее. Чуть поновее практически, да. Ну, да. Драма слэш фэнтези. То еще фэнтези, конечно. Ну, то есть, почему не фантастика? Почему именно фэнтези? Там, причем, знаешь, именно сквозь фантастику как бы вот драма идет, так скажем. Ну, согласен. Там тоже классный фильм, кстати, опять же, да. Да. Так вот, это интересно. Эту историю рассказал, не менее интересная дискуссия, которая это все привело. Я сейчас параллельно еще разбирал почту, что еще на следующий подкаст отложить. И я отложил темку с виси.ру, в которой рассказывается о том, что случилось с популярными изданиями 90-х и 2000-х годов. Кул, Браво, Молотком и другими. А, я видел такую статью, да-да-да. И типа за теми людьми, которые за ними стояли. То есть сейчас, возможно, там скажут, что они теперь все в виси.ру работают. Они все теперь в Газпром нефть работают? Или так, да. То есть там, где мы все в итоге будем работать, если жизнь сложится, да? Все в одной будем работать. Ну там, да, чуваки, которые про Мерлина Мэнсона делали какие-нибудь тесты. Которые Децла в полный рост печатали. Ой, ну это нельзя поздно уже вечером вспоминать про Децла. Да, и он где-нибудь на Ямайке сейчас сидит, и ему нормально. Ну да, возможно, на райской Ямайке. Там, где и хотел. Просто я до сих пор верю в эту сумасшедшую теорию, что он просто инсценировал свою смерть. Там рядом Наполеон, Гитлер, вот эти все. Либо так, да. Так вот, моя история будет про что? Я не знаю, ты видел или не видел. Я в выход... Ну вряд ли видел. Я вангую, что не видел. В ОВД-чатике я в выходные писал, что типа чисто... Я, во-первых, повесил телек. В субботу, кажется, это было. Это я видел, да, беспроводов, которые работают. Вот, да, который беспроводной у меня. Вот. И я просто сразу по КД включил Travel Plus Adventure. Так. И защёлкнулось обратно. И именно в тот момент, когда я его включил, там была передача про Таиланд. А именно про... Там новая передача с июля началась. Типа там занимательный отель с Биллом Уэйсли или как-то так его там зовут. Ну, короче, с Биллом Уэйсли. Это ещё так звучит, как будто прям максимально американщина. Как будто с MTV, да-да-да. Да-да-да. Ну и чё? Ты причём как тайландский знаток должен, по идее. Ты-то был. То есть не понаслышке. Там Билл Уэйсли может проверять, что там боеголовки какие-нибудь или нефть. А ты-то знаешь, что там. Так вот. Я, собственно, к чему и говорю. То есть и он архитектор отелей. Такая у него хипстерская профессия. Архитектор отелей. Вот. И тут именно передача про него. И он вводит, ну, то есть он съёмочную группу вводит по тем отелям, которые он спроектировал и построил. И как бы рассказывает о том, какие были особенности в этих конкретных проектах. Ну и у него там в основном Юго-Восточная Азия. То есть у него там Таиланд, Вьетнам. Там в Японии, по-моему, один был. Там в Сингапуре около где-то там. Ну, короче, вот та часть света, так скажем. Вот. И тут чисто случайно я попадаю на передачу про Таиланд. Вот. Вот, кстати, сегодня в 11 по Москве, то есть вот через час, будет повтор этой передачи. Я причём её хотел записать по бреду, потому что у меня же телек пишет на флешке. На VHS. Ну или так, да. Ну там HD-канал, и он мне на флешке пишется, что, в общем, я мог записать это просто на флешку. Мне кажется, ты можешь на Дрэкере скачать эту сеть. Я поистал, нету, нигде. Кроме шуток. Я почему это всё затеял? Потому что там передача, опять же, про остров Самуй, на котором мы были как раз. Вот. И там его сильно славили, что, типа, это там суперостров, где там всякие, опять же, Брэд и Питты и так далее отдыхают. Билла Вейс. Ну и они тоже, да. Ходят, так сказать, среди всех, потому что там, ну, до него хрен доберёшься, он достаточно дорогой. Вот. И поэтому там именно, типа, круть. Вот. И он там спроектировал отель Four Seasons. А я, как человек, который там был и видел их боеголовки, я видел, да, что это самый дорогой отель. И он именно находится не во всех попсовых местах, где там пляжи все попсовые. А он именно находится абсолютно на отдалении, на другой стороне острова, в горах. То есть там ещё проектируется место расположения отеля, естественно. То есть где будет, как классно будет доступ, куда и ещё кого там. То есть там гениально, да? Ну, наверняка. Просто из-за того, что это топовый отель по деньгам и по, так скажем, инфраструктуре, он как раз, наоборот, далёк от всех туристов, потому что, чтобы было укромное местечко. А чтобы русских не видеть, я понял. Да, то есть он одинаково близко к аэропорту. И, кстати, русских там минимум. Особенно вот я когда был уже в 2017, кажется, это был год или сентябрь 2016, я не помню. Ну вот уже когда после кризиса, короче, 2014 года там русских я встретил человека три. Хотя вот жена у меня, она там до этого дважды была как раз-таки в начале десятых годов, там в 12-м, в 14-м, типа того или там в 15-м. Тоже на сумму ей, типа. Да-да-да. Вот. Там их было просто, их до хрена реально было. В том числе там, опять же, русские знаменитости. А тут как отшептали. То есть из-за того, что бат повысился, и раньше был курс один к одному, а тут стал два к одному. Ну, как, собственно, и у доллара. Был 30 к одному, стал 60 к одному. То есть, ну, там плюс-минус. Вот. То есть там русских сразу след простыл. То есть они все на Пхукет куда-нибудь полетели. То есть, ну, если Таиланд, то это стало либо Паттайя, либо Пхукет. На Самуи уже никто не полетел. Ну, так, ну, то есть никто это как преувеличение. Повторюсь, мы нескольких человек встретили, но это, видимо, скорее случайность была, чем какое-то правило. Ну, так вот. И вот этот отель Four Seasons, он находится в горах именно по Оксенусу, тупо в Пальмах. Вот. И у него там именно КПП практически с автоматами, опять же, по Ксенусу. То есть там, причем он, вот трасса. Ну, он огорожен, да? Да, он, естественно, огорожен забором. Но он, опять же, он огорожен забором только с места заезда у трассы. Потому что со всех остальных мест ты и так туда не заберешься, он в горах. То есть там, ну, только на квадрике как-нибудь прилететь или там, я не знаю, на этом каком-нибудь, на дельтаплане туда спарировать. Потому что это не самая высокая точка. В принципе, есть откуда туда спарировать. Ну, я думаю, что этим никто заниматься не будет. Да, это просто смешно. Ну, так вот. И я его видел, и там именно он, сам отель, он удален от трассы. То есть там откуплена вся территория. И там у трассы стоит такой забор с КПП. Ну, я говорю громко КПП. Там, на самом деле, ну, нет военных. Там просто глухие ворота. Как бы там какой-нибудь этот интерком, чтобы ты там позвонил, сказал, что я там в номер 15. И там потом долгая такая трасса непосредственно к виллам. И там в чем суть? Там в каждой вилле ты когда находишься... А я просто смотрел на Airbnb эти картинки. Я просто именно когда смотрел, когда мы туда ехали, я всегда смотрю самое говно и самое классное. Чтобы понимать, когда мы выбираем нечто среднее, насколько это далеко от самого говна и насколько это далеко от самого классного. Ну вот. И это было, естественно, самое классное. Так вот. Там, когда ты на каждой вилле находишься, у тебя вид на бухту. Там, естественно, укромная бухточка. Это закрытый пляж только для тех, кто в этом отеле. И он, повторюсь, он супер удален вообще от остальных пляжей. То есть заплыть просто, ну, как бы сказать, кролем или брасом практически нереально туда. Это надо либо на какой-то... Или батерфляем. Ну или батерфляем по путечке. Это надо на моторке какой-то именно плыть. Ну вот. Ну и как бы там, скорее всего, тебе просто скажут, чувак, ты попутал. То есть не то, что тебе огонь на поражение откроют, опять же, но тем не менее. Короче, я понял. Очень приватная такая тема. Да-да-да. По всем. По всем параметрам приватная тема. Так вот, и ты когда на этой вилле находишься, на любой, они так построены, что, типа, ты не видишь соседних вилл. Хотя на самом деле они там, ну, натыканы их там порядка 20 или 25 на территории отеля. Вот. Но они все именно спроектированы так, чтобы ты не видел других. И по нему, по вот этому чуваку, по Биллу Уэйсле, он делал бамбуковые макеты в полный размер. Каждый. Чтобы, типа, не строить вслепую. А примерить, да? Тут вилла номер один будет, тут вилла номер два. Он каждую собрал из бамбука, ну, как бы не полностью там с коммуникациями и так далее, а просто, ну, макеты, где там на сваях, как что будет стоять и так далее. И он там супер гордился, что там, типа, на территории вот этой, которая куплена для отеля, было 670 кокосовых пальм. И он, типа, не срубил ни одну. Нихрена. То есть у него именно концепция, что он минимально затрагивает вообще внешнюю среду. То есть он полностью встраивается в то, что есть. И, типа, поэтому у него этот, ну, понятно, что это маркетинг. Он просто придумал, что он будет вот так делать. И поэтому в его отеле там больше хотят приезжать. На самом деле людям, конечно, насрать, но звучит красиво. Ну и на самом деле и выглядит красиво. То есть, соответственно, ты ходишь весь в пальмах, как будто ты в джунглях, как бы в реальных. А потом случайно натыкаешься на чуваков, на русских, которые водку пьют рядом со шелыками. Вот да. Ну, короче говоря, это действительно очень классный отель. Он там вот вкусно рассказывал о том, что и как. И потом там был момент, он такой стоит. А вот смотрите, за моей спиной как раз, типа, пустошь, типа, кусок там говна, практически кусок полностью вырубленной земли. И там эта пустошь, она через трассу от... Ну, то есть, трасса, она окружная по всему острову. Вот. Ну, трасса, я громко говорю, она там в самом широком месте, 4 полосы, так она двухполосная. Вот. И она, чтобы ты понимал, она выглядит, как в Америке в прериях трассы. То есть, вокруг нее грунт такой желтовато-красный. И она именно то вверх, то вниз, потому что это гористая местность. Вот. Ну и там, естественно, идеальный асфальт, который, видимо, либо только что перекрыли, либо, как в Америке, там дороги не асфальтовые, из бетона льются. И поэтому они там, ну, не ломаются так часто, как наши дороги. Вот. И там, соответственно, вот ровно через трассу от КПП, там был заезд просто на какую-то именно суперприватную виллу. Вот. Но она была приватная, а сейчас она то ли заброшена, то ли просто у них денег меньше. Короче, на этот заезд можно реально заехать. Только на саму виллу как бы не подниматься, потому что там уже ворота. Вот. Но она какая-то уже просто, она одна, то есть это не какой-то там отельный комплекс или что-то еще, а просто вот она есть там. И вот этот заезд, он полностью вырублен от всего, он просто такой грунтовый, именно грунтовый с обрывом сбоку. И я на этот заезд как раз заезжал для того, чтобы оттуда снять закат таймлапсом. Вот. Я там GoPro ставил на камень, и как раз она снимала закат таймлапсом, потому что там, как он и говорил, там лысая такая, лысый обрыв, ничего не мешает тебе, твоему виду, и она как раз на запад смотрит. То есть это идеальное место для того, чтобы снять закат на таймлапс. Вот. И он именно в этом ролике показывает вот на это место, типа смотрите, как люди уничтожают здесь природу. И я вспоминаю, как я именно на этом месте, куда он показывает, там снимал таймлапс два года назад. Вот. И мне как-то так тепло встало. Я вспомнил вообще. Прикольная передача. Я прям очень сильно кайфанул. Там она идёт буквально 30 минут про это место. Но я прям очень сильно сностальгировал, как там был, вспомнил и так далее. Там в конце именно этой серии он приводит к своему другу, к какому-то там ещё художнику-архитектору, который живёт на Самуй сам. И он себе придумал, именно он себе откупил кусок берега со скалами. И он себе в скалах дом прям тупо в скалах прям вырезал там и так далее. И он именно поскольку художник-архитектор, он говорит, я тут практически три месяца лазил и рисовал эскизы, как будет мой дом в скалах выглядеть. На скалах причём. Мелом, да? Практически. Нет, нет, но на бумажке рисовал, конечно же. Зарисовал эти скалы и бумажками нарисовал, где там какой этаж у него будет и так далее. Но я утрирую, что тупо в скале. То есть там подход к воде-то он себе тоже в дом встроил. То есть у него, грубо говоря, с первого этажа ты в подвал спускаешься, а подвал — это подход, как грот такой, подход к воде. Короче, чувак суперкрасиво там себе всё сделал. И он сказал, что ему типа там три прораба отказались с ним работать, потому что просто ему говорили, что это невозможно, этот такой проект реализовать. И потом в результате он нашёл чувака, который ему это построил, русского, естественно, с гастарбайтерами. Не знаю. Там, кстати, все, кто работают, они из Мьянмы. Потому что сами тайцы, они достаточно ленивые твари, они богатые по сравнению с Мьянмой. Потому что в Мьянме постоянная война, и там именно беженцы им за счастье поработать, там где-нибудь с штукатурками, там с шпаклёвками и так далее в Таиланде. Вот, они именно так вырываются. Поэтому там тоже он представлял своих рабочих. Вот, и там, естественно, женщины, дети там из Мьянмы на него работают, возможно, за ноль. Старики беременные. Вот, да-да-да, возможно, за ноль. Но он их так представлял ещё, что типа вот мои там орлы. А он именно, знаешь, в шляпе стоит по рабовладельцам, и там именно с кнутом стоит. Практически. Он ещё в подтяжечках, он такой ещё седой. То есть он, да, именно типичный рабовладелец такой. Типикал рабовладелец. Да-да-да. И там этот чувак, который вот его друг, он там сильно смаковал, что вот, тут был такой красивый спуск, и мы его вымастили ровно таким же камнем, из которого скалы, чтобы как будто эти ступени тут ещё Бог там создал и так далее. Вот он сильно смаковал, и вот он там теперь живёт и кайфует. Он там рисует, там показаны его картины, там очень красивые опять же картины, кистями нарисованы, что там деревья, а у них корни, это как руки такие человеческие. Ну там по гигеру такие абстракции. Что ещё там тебе в Таиланде придёт? Вот. Ну короче говоря, у меня теперь новая мечта тоже себе дом в скале какой-нибудь построить. Уже что это? Я согласен, но чувак, видишь, он именно присытился, раз он сам занимается таким, он, видимо, присытился обычными домами, и так как у него и денег много раз он делает охраненные темы, то он, видишь, себе придумал максимально уже извращённую тему. Типа, а что бы сделать? Потому что было бы стрёмно, если бы он просто построил дом там в Калифорнии себе обычный, ничего не значащий, двухэтажный. А тут действительно это интересно, плюс это прямо на натуре, можно программу целую снять про это. Ну я, кстати, хотел спросить, вот этот чувак, который, ты говоришь, отель проектирует, а он в смысле, то есть это разные отели разного плана, и получается, это именно отель, который на Самуи, там именно из разных вилл, то есть там нет общего здания. Ну там есть ресепшн, но да, он полностью, именно где гости останавливаются. Это как на базе отдыха домики. Да, да, да. Я понял. То есть в этом была идея, не то что отгрохать один большой девятиэтажный отель, который там… Не-не-не, здесь именно идея такая, но я так понимаю, если все передачи начать смотреть, а там, по-моему, в день… Ну там всё разное будет. По две примерно, да, там будут наверняка и такие, где одно большое отгрохиваешь просто и всё. Вот, так что, в принципе, да. Ну это круто. Ну это практически лухарь тема, потому что вряд ли… Хотя, может быть, он расскажет, знаешь, как он классный какой-нибудь построил не отель, а очень маленький какой-нибудь хостел где-нибудь там во Франции между двумя домов, где там прыгают чуваки паркур. Вот это было бы да. Ну слушай, оно как бы лухарь, но вот я просто сейчас тупо посмотрю, сколько стоит, просто интересно. 42 тысячи от 42 до 95. Ну я думаю, что за ночь всё-таки, не за тур. Не за месяц. Ну то есть в ночь сколько это? 500 баксов. Ну вот если тебе в доллары будет удобнее, то, видимо, да. Сейчас я посмотрю. Ну тут, естественно, только практически пятизвёздочные эти отзывы. Traveler's Choice победитель 2019 года. Ну там понятно, там просто убивают за трёхзвёздочными. То есть приезжай отлично. Это причём я на TripAdvisor смотрю, то есть тут именно очень... TripAdvisor. Да. Он номер один из топ-10 отелей в Ангтонг какой-то. Это провинция Таиланда такая, которая объединяет. Ну короче, всё, это космос. Это очень хорошее место. Ну это дороговато, я тебе скажу, 500 баксов за ночь, честно говоря. Честно говоря, дороговато. Ну там, понимаешь, там, я так понимаю, вилла из пяти спайлинг как минимум. То есть... Ну согласен, это похоже... Но это, возможно, скидываться надо с корешами. Ну там, понимаешь, там ещё ты выходишь, и у тебя у каждого свой бассейн, именно когда ты с веранды. И бассейн, который перетекает в закат, как бы перетек... Перетекает в туалет. Смешно. Если смотреть именно просто на гладь, то кажется, что у тебя бассейн в море перетекает, в океан. Ё-моё. Ну там что-то уже всё. Я тебе сейчас скину, опять же, но есть, собственно, к чему стремиться, что называется. Я забукаю сразу. Там, да? На месяцок. Да, 45 тысяч в один номер на двоих взрослых. По мне 6 спален. Я вижу, да, тут нормально. Тут классически ещё любители вот бассейны в склень делать, чтобы они именно, да-да-да, чтобы они сразу... Ну согласись, выглядит эффектно. Понятно, что если вот отодвинуться, там, пятую фотку посмотреть, то там видно, что у него, на самом деле, достаточно большой бортик, он там вниз стекает, как бы, и так далее, и тому подобное. Ну не, классно-классно, я согласен, мне нравится. Вот, ну смотри, там есть общие места, то есть, где именно диванчики, где все гости могут... Знаешь, это вот по Максу Фадееву, да, это именно вот у единицы максимально. По крайней мере, у единицы со своей компанией максимально. И, короче, там супер забалдеть. Максимально тоже, ну, блин, ну, круть, круть. Причём это похоже, что одноэтажная. Да, конечно, там эти виллы, они одноэтажные. То есть нет смысла такую хрень там в два этажа. Никто даже не будет, все поленятся подниматься на второй этаж, потому что... Ну, вообще, конечно, опять же, если пятое фото посмотреть, там что-то есть, типа второй этаж, какой-то флигель, ну, типа встать туда просто покурить, как на балконе. Я даже не знаю, что там. Там, мне кажется, весь этот флигель — это сейф, короче, для людей, которые там туда приезжают. Вот. Ну, короче, да, там есть общие территории, где завтраки, обеды, ужины. Вот я смотрю там на какой-то фотке на втором ряду, там именно, ну, сервированные столы длинные такие. То есть там есть место, где все обедают, завтракают и так далее. Ну, должен быть еще туалет с удобствами на улице как бы, то есть, ходить куда-нибудь. Вот, да. Ну, я думаю, что... Ну, там, видишь, фитнес-центр, услуги няни, теннисный корт. Там все, и это все включено. То есть, в общем, если сейчас то на то посмотреть, то это, скорее всего, еще дешево. Плюс еще меньше. Это, скорее всего, надо букать, да. Букать, да. Я просто... Мне няня, во-первых, нужна, как минимум. А то есть сейф. Да, тебе няня, а мне детский клуб и спа-комплекс. И химчистка еще, услуги прачечные. Ну, тут, короче, тут все. Тут ты можешь туда приехать просто и жить жизнью. Живущего. Бар у бассейна. Ну, бар у бассейна, это... Я, знаешь, больше всего люблю... Я больше всего люблю, вот, да, то есть я, короче, видел тоже в отелях, знаешь, типа, бар в бассейне. И я... Это так же классно, когда совмещено. То есть ты можешь как бы и пить, и в этот момент сразу не только пить, но и как бы освобождаться от питья, так скажем, от выпитого. Пока ты в бассейне находишься, и бар в бассейне, как бы. То, мне кажется, это просто один больше большой бассейн с санин, если честно. Я не знаю, как там пьют внутри него. Вот, но это такое. Так, что-то у меня пофыркивать начало в уши. Возможно, сейчас что-нибудь там это... Ну, давай, ты протестим. Сейчас я стопну, и пока помолчим. Помоляюсь практически. Ну, короче, вот. Я к чему это вел? К тому, что я обойку сегодня саму я подобрал. Ну, я, кстати, не смотрел обойку, признаюсь честно. Вот, ну, посмотришь еще. Я просто к тому, что ее выбор сегодня крайне неслучаен. Вот, и я просто... И чтобы не рассказывать это в конце, ты имеешь в виду, мы это платно патронам рассказали. Конечно, конечно, да. Мы в конце расскажем, что история этой обойки в пришел. Ну, то есть мы найдем, конечно, наш подкаст здесь, но основную подноготную узнают только наши дорогие патроны, которых уже 50. Поздравим друг друга. И, соответственно, 50 патронов. Вот. Мы все, я считаю, этого заслужили. Ну, это вообще суперкруто. Я надеюсь, у нас и 100 станет, и 500, и 1000, потому что наше комьюнити, оно, мне кажется, как Москва резиновая. Я думаю, да. Я думаю, мы ко всем постелим. Мы каждому виллу такой вот грохаем, как Four Seasons. Нет, я думаю, что вы сами себе ее отгрохаете. Конечно. Вы когда как бы мысленно соединитесь со всеми нашим подкастом, вот внутрь как бы проникнете его, я думаю, что вы достигнете такого дзена, чтобы заработать на такую виллу. Вот, да, да. Поэтому круто. Вот. И я, собственно, финально скажу, дом в скале – это хорошо, но если учитывать уральскую погоду, так скажем, то зимой в этом доме в скале можно будет сдохнуть просто сразу, как пещерный человек. Поэтому это, конечно, справедливо только для тропических каких-то стран, по Максу Фадееву, опять же. Ага. Вот. Это вроде как бы и грустно, а вроде, опять же, есть к чему стремиться, что называется. Ты имеешь в виду, в смысле, чтобы в Челябинске жариться или к чему? Я бы к тому, чтобы здесь климат поменять, естественно. Я бы. Ну да, реки вспять. Вот, да. Так вспять. Нам надо громкие темки выбрать. В принципе. Давай, Громкузи. Громкузи, Громкузи. Ну, во-первых, у тебя там было что-то крутое про микрофронтенды. Ой, это пук на самом деле. Но, в общем, мы можем этот пук как кликбейт использовать. Почему бы и нет? Ну, давай. Давай. Мы, опять же, что, 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 как и че. Так что сейчас я прям думаю, как там. Давай так. Нужно ли использовать архитектуру микрофронтендов? Вот так вот. Нужно ли использовать архитектуру микрофронтендов? Простите, не знаю. Вот, нормально. Это круто. Думаю, что следующее в защиту утилити-ферст-ссс. И надо назвать как-нибудь громко. Что-нибудь типа как. Ну, то есть, это, опять же, бедляка. Наверное, это уже избито. Но надо что-нибудь типа как правильно строить, там, скомпозировать свой ссс. Как-нибудь именно, знаешь, типа. Давай так. Так, почему нужно использовать, как же там эти презентационные классы в CSS? Тут там как бы как презентационные... Ну да, ладно, давай так. Это, думаешь, понятно? Мне бы вот это непонятно было. Хрен его знает. Все, дерьмо, тогда передумаю. Переписываем. Презентационные классы? Ну, в принципе... Они презентационные, да? Ну, вообще, это типа называют презентационные классы, как в Bootstrap'е ты делаешь там... Да, да. Вот эти маленькие... Текст-центр там, margin-right 5, mr5 и прочие вот эти штуки. По-моему, их так называют. Ну, давай тогда. Просто, видишь, здесь не было такого определения. Я поэтому его не знаю. Утилитарные в CSS. Ну, опять же, блин. Зачем использовать утилитарные классы в CSS? Ну, опять же, утилитарные. Непонятно, что они именно утилитируют. Так да, видишь, это какие-то слова такие. Может быть, не будем говорить? Ну, хотя... Ну, давай в натуре сделаем что-то, типа, презентационное. Потому что, типа, как будто это как в Functional Programming. Ну, давай в натуре презентационное. Чё, ну, похрен. Я просто сейчас загуглил. Это же реально, как будто оно. Ору, чтобы банан поставил на авку Навального себе, который именно с аллергией, типа, сидит. Ну, давай в презентационное. Да, это реально. Почему нужно... Ну, блин, два почему будет тупо. Поэтому надо... Как? Давай как? Точно как. Так, нужно использовать презентационные классы CSS. Мы как это считаем? И почему сеньоры не могут устроиться на работу? Да, и почему сеньоры не могут устроиться? Погнали. Ну, да, всё круто. Нормально легло. Так легло. Мы... Блин, ну, мы вначале не сказали, что... Хотя нет, ты сказал, что это при шоу. Поэтому всё нормально. Да, конечно. Да я думаю, догадаются же. Ты там напишешь бонус экстра лучшее. Ну, в общем, в общем, да. Я думаю, догадаются. Ну, всё тогда. Отхаркиваемся, отдыхиваемся и погнали. Всё, отхаркались, отперделись. Ну чё, можем, да? Угу. И вы посмотрели это при шоу. Если вам понравилось, не забудьте здесь на YouTube тоже поставить лайк. Любые действия с видео, они поднимают канал в ранжировании. Ну и, конечно, если вам такой формат нравится, то ещё раз напомню, что ссылка есть в описании на наш Patreon. Можете становиться нашими патронами. И такое при шоу у вас будет перед каждым выпуском подкаста непосредственно. Каждый раз новые истории, каждый раз какие-то интересные детали о том, как мы записываем, детали о том, что там произошло сегодня, позавчера, вчера, перед днём, записью подкаста. И в том числе, как мы выбираем темы к подкасту. Это мы тоже часто делаем на при шоу. Поэтому линк есть в описании. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok